Привет! Всем хорошего дня! Смотрите, с растишками. Трабл. Интересно, странно так вот происходит вообще. Пасынки пытаются расти. Туго, но пытаются расти. Старый вот этот лист, старый который, он не отживает. Не хочет развиваться дальше. Но вот пасынки вот растут. Странно какая-то происходит здесь. Смотрите, те завяли, те завяли. Опять же, возможно, есть пару вариантов, как говорится, сейчас приходит на ум. Да, во-первых, возможно, тут надо все же поставить окошко. Это раз температурный режим, который выходит за максимальный предел, то есть вот, допустим, на 30, средняя температура раствора, которая была, она колебалась где-то от 30 до 32 до 35 градусов. Это плюс-минус. Но максимальная температура стала, раствора 41 градус, растениями случился какой-то блок, щелк, и оп, буквально это произошло за пару дней. И смотрите, вот на еще одну системе КРДВС я стал то же самое замечать. Смотрите, что происходит. Они буквально на глазах начинают портиться. Резко, вот так вот, опа, и все. Вот этот куст еще более-менее держится. Сейчас проверим ППМ, какая у них. Не зашкварлий там идет. Опа, тык-тык-тык-тык-тык, где попал. Чичик, сейчас концентрируемся. Видно, не видно. Почти 700 ППМ. В принципе, более-менее это достаточно. Смотрите на корневую. Опять же, буквально два дня назад она была белая. Это можно даже по видео проследить. Ну, посмотрите, видите, как она там развивается. От этой коричневой вылазят белые корешки, светленькие. То есть, как бы, самая корневая, она хочет жить и развиваться. Но то, что случается под... От температуры, когда, да, случается блок или выпад айонов, катионов в ту или иную сторону, то вот так вот растишки себя могут вести вот в жару. Или вот, смотрите, базилик. Видите, он в цвет идет. Я заметил такую тенденцию, когда сильная жара, он идет в цвет. Он идет сразу, как говорится, по природе, он должен дать потомство от семечки. Вот когда сильная жара, опа, сразу появляется много соцветия. Я их, конечно, обрезаю вот так вот, оп-оп, потом с пазуров растут вот тут вот новенькие молодые листики. Но, короче, как бы вот, трабл все же вот возникает. Видите, на помидорках. Опять же, возможно, что сама как культура вот цифомандра, она не подходит для тепличного выращивания. Потому что так как вот взят информацию с интернета, что цифомандра это деревовидный помидор. У него плоды, у нее, как самого растения, плоды отличаются от обычной помидоры, даже визуально, внешне. И на вкус так же самое, они не похожи на простые помидоры. И, как бы, возможно, что так как она не подходит, наверное, для тепличек. И плюс еще, что вот трабл окружающей, да, в среде, так как не охлаждаю чиллер. То, что я говорю, должен был стоять вон там. Но я пока его приобретать в этом аду не планирую. И вот, как бы, то, что еще температура раствора максимальная, как бы, то, что у нас день ото дня. То у нас внутри помещения тут, в каркасе, да, в этом день ото дня. То бывает то 30 градусов, то 40, то 50 градусов бывает. То есть как-то вот так все происходит день ото дня, соответственно, зависимо от самой погоды. Ну, если так вот, да, еще часто пишут, да, говорят, что вот, надо остужать раствор. Понимаете, как бы, охлаждение раствора у 400 или почти тут 500 литров в этой системе задействовано. Как вы будете охлаждать? Просто кидать бутылки со льдом? Ну, это просто, ну, как бы, нерентабельно и невыгодно. Вы просто замахаетесь. Ну, остужать, да, понимаете, сколько льда сюда надо. Чиллер поставить. Да, это будет гораздо проще поставить чиллер и пусть он себе водичку уже держит на определенной там норме. Выстави себе там 20, допустим, или 22 градуса. Это хорошо, да, но учитывайте все же окружающую температуру, потому что окружающая температура должна соответствовать и раствору. И раствор должен соответствовать окружающей среде. Понимаете, чтобы не было тогда дисбаланса. Допустим, здесь вот температура выдерживается 18 градусов, да, допустим, или 20 градусов. А окружающая будет там 45 градусов. Произойдет с растениями, она просто разорвется. Вот ее столб будет рвать, потому что снизу будет идти нужная температура. А окружающая там, где растение, не сможет развиваться. Она просто будет рвать столб. Такую мы же штуку замечали, когда вот придерживались температуры вот четко вот там до 22 градусов. Ну опять же, смотрите, как бы культура от культуры зависит, да, вот огурчики. Они растут себе хорошо, смотрите, какие лопухи такие, ооо, хорошие, здоровые лопухи. Как бы вот они себя растут, развиваются, все классненько, смотрите, вот они тут даже гроздьями растут. О, огурчики, опа. Лысенький такой, видите, просто гроздь, вот грозди у нас росли. И посмотрите на ее корневую систему, она огромная. Оп, посмотрите. Вот так вот, смотрите, какая здоровая, хорошая корневая система. Помидор тоже хорошо развитая корневая система, но что-то там происходит, какой-то жесткий травм. Возможно, просто она не предназначена. Не знаю, это только остается сейчас задать, что же с ними сейчас происходит. Причем, что удобрение использую одно для всех растений, что здесь на керофлексе, здесь на керофлексе и там на керофлексе. Вода у меня идет с колодца. Вот так вот, друзья, в общем, какой-то трабл интересный происходит. Но, опять же, в зависимости, да, 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 есть такая штука, когда-то еще, знаете, несовместимость культур даже между собой, когда они растут. Чтобы переопыления не было. Но это же, наверное, про более, наверное, да, в следующем видосике на НФТ-шку покажу, как у меня там развиваются черри, вы просто будете удивлены. Они растут себе очень-очень хорошо и уже много довольно-таки помидорок завязалось. Ну, так вот, друзья. Вот такой был видеообзорчик систем и то, что происходит сейчас в данной ситуации в такой вот, можно так назвать, импровизированной тепличке. Если понравился видосик, поставь лайкосик. Ну, ссылочки будут внизу на социальные группы, там подписывайтесь, задавайте вопросы, комментарии. Гидропонные системы можно приобрести на сайте minonogidroponics.com. Ссылочка будет внизу. Также не забывайте про результаты тканевых кошечек, грунек от литра до тысячи. Всем классного, хорошего рожа, друзья. Пока, до новых встреч. Мам, мам, мам.